Я уже говорила на одном из предыдущих вебинаров, посвященном теме макетов слайда, что я выделяю 9 стандартных макетов, которых в принципе достаточно для оформления учебной презентации. Без каких-то особенно сложных, без особенно выпендрежных вариантов слайда, 9 макетов более чем достаточно. Для того, чтобы выделить эти 9 макетов, я проанализировала презентации конвы, проанализировала презентации, которые попадали мне в руки и смотрела, как авторы на практике. То есть не как дизайнеры придумывают. У дизайнеров фантазия, конечно, вы сами понимаете, абсолютно не ограничена. А смотрела, как именно авторы презентации, особенно учебных презентаций, располагают на них материалы. И в принципе мы можем сказать, что 9 определенных макетов слайдов более чем достаточно, чтобы рассказать о чем-то, чтобы показать какую-то информацию, в том числе и довольно сложную. Оговорюсь, что вот эти 9 макетов слайда плохо применимы к презентациям маркетинговым. Если вам нужно произвести впечатление на аудиторию, продать какой-то товар или услугу, выступить на конференции TED, то скорее всего такие стандартные варианты вам плохо подойдут. В этом случае, конечно, нужно обращаться к профессиональным дизайнерам и делать презентацию, где дизайн неразрывно связан со смыслом. Но если мы работаем в PowerPoint, если перед нами стоит задача, условно говоря, за месяц делать 3, 4, 10 презентаций для учебного курса, то эти 9 макетов ваши помощники. Вот, например, может выглядеть презентация. Это как раз пример из канвы, составленный из стандартных макетов. Здесь 8 из 9 как раз использовано. То есть все вот эти вот варианты как раз использованы в этом дизайне канве. Давайте немножко более подробно. Какие именно макеты входят в эту счастливую девятку? Это в первую очередь титульный слайд и финальный слайд. То, чем вы начинаете вашу презентацию и то, чем вы вашу презентацию заканчиваете. На титульном слайде у нас располагается название, да, выступление, может быть, учебная тема, информация про автора. На финальном слайде может быть и стандартное «благодарю за внимание», а может быть и слайд-визитка, где вы даете какие-то свои контактные данные. Мы их выделяем отдельно, почему я скажу немного позже. Дальше идут слайды информационные, слайды, в которых основа – это какой-то контент. Заголовок и текст, заголовок и изображение, текст и изображение. Может быть, вариант заголовок, текст, изображение. Его тоже используют довольно часто, но это просто один из вариантов. Так, симметричность нужна, если демонстрируется информация, рассказывающая симметрии. Вообще, про симметричные и асимметричные композиции я могу сказать таким образом, что симметричность – это неподвижность, монументальность, незыблемость. Она хороша, когда именно нужно подчеркнуть то, что что-то вечно не меняется со временем. Асимметричность, наоборот, дает динамику. Именно асимметричное расположение элементов создает ощущение движения и провоцирует желание перелеснуть на следующую страничку. Я предпочитаю брать именно слайды асимметричные, пусть эта асимметричность не подчеркнута каким-то образом. Но в слайдах первых, титульных, в слайдах финальных, в слайдах визитках я использую как раз, сейчас использую симметричные композиции. Тоже такая очень хорошая тема для обсуждения. На самом деле, я бы с удовольствием подискутировала бы о ней в рамках, например, учебного курса. Следующий блок слайдов – это слайды такие минималистичные. Например, одно предложение – определение, тезис, какая-то цитата, может быть, заголовок раздела. И вариант, в котором нет текста, а есть, например, изображение. То есть это фактически пустой слайд, полностью залитый фотографией. Может быть, сверху текст, если это, например, заголовок раздела. Но основа таких слайдов – это либо одно предложение, или один маленький абзац текста, либо одна иллюстрация. И, наконец, последние два варианта слайда, два варианта макета – это более сложные варианты, где использован набор изображений, калаш, с ним на самом деле очень и очень сложно работать. Я покажу сегодня некоторые варианты, но сложно сказать. Вот посмотрите на этот макет, это такой калаш, который он должен быть. Делайте только так, не делайте по-другому. Нет, калаш – это, наверное, один из самых сложных вариантов слайда. И слайд – макет с карточками. Карточки – это, по идее, таблица. В ней может быть 3, 4 или 5 колонок. Если больше, то уже не очень аккуратно они располагаются на слайде. Лучше разбить на несколько частей. И вот как раз вариант с таблицей или вариант с карточками – это второй сложный макет.